Всем привет, спасибо, что зашли ко мне в гости, и сегодня я... Кошка. Всем привет, спасибо, что зашли ко мне в гости, я сегодня с вами в домашней уютной атмосфере, решила поболтать про косметику, как в старые добрые времена. У меня здесь есть кое-что из относительно новинок, что на рынке появились. Это палетка от Наташи Диноны под названием Bronze. Есть также косметика, которую я еще до этого ни разу не пробовала, тоже с вами поделюсь впечатлениями. Это Elizabeth Arden бренд называется. Также у меня здесь есть уходовая косметика, девайсы всякие странные, что бы это могло быть. Поставьте сейчас видео на паузу, напишите ниже, как вы думаете, что это такое и куда это себе нужно засовывать. Интересно просто, сможете вы угадать. Также у меня уход за волосами, за телом, в общем, большое разнообразие. Что-то у меня относительно недавно появилось, чем-то я пользуюсь уже довольно продолжительное время, смогу с вами нормальными обзорами поделиться. Вся у меня косметика с сайта Look Fantastic, спасибо им большое за то, что они мне прислали. Но я вам буду показывать как то, что мне понравилось, так и то, что мне не очень понравилось. В общем, буду делиться с вами, как всегда, исключительно честными мнениями. Ну что, поехали? Думала, с чего можно начать. Давайте, наверное, с бюджетного. Это карандашик для бровей. Бренд называется Lottie London. Если, кстати, вы заглядываете иногда в описании к моим видео, я под каждым видео стараюсь перечислять всю косметику, что я использовала для своего макияжа. И за последние несколько месяцев у меня в подавляющем большинстве случаев как раз для бровей я этот карандаш использовала. Он, правда, очень беспроблемный, очень тоненько рисует, очень классно растушевывается, не нужно слишком давить. И в то же время он не слишком влажный. Короче, крутая находка. У меня еще есть бюджетные карандаши для бровей, что мне нравятся в таком же формате. Но главное преимущество этого, пытаюсь его раскрутить, показать просто сколько осталось, я им постоянно пользуюсь. Другие карандаши бюджетные, что мне тоже нравятся, они у меня, конечно, уже заканчиваются к этому времени. Еще одна очень-очень классная бренд Pixi, ну, наверное, его можно назвать бюджетным, по крайней мере, относительно более-менее премиум сегмента, да, американского. Я не знаю, обратили вы внимание на мой хайлайтер или нет, я постаралась так специально в свет выставить, чтобы у меня на камеру переливался. Это хайлайтер Pixi by Petro бренд называется. Ого, боже мой, здесь два оттенка хайлайтера. Я думала, что вот этот будет темным, но они на самом деле оба очень светлые, вот сейчас как раз на мне этот более темный цвет. Здесь, знаете, вот даже на поверхности как будто дырочки образуются, вот настолько это практически кремовая формула, хотя это, конечно, несомненно, сухой продукт. Очень красиво сияет, ну, посмотрите, просто действительно, насколько шикарно все переливается, и он практически не подчеркивает текстуру кожи. Понятно, что хайлайт в любом случае будет подчеркивать, но он выглядит именно как свечение вашей кожи. Я безумно рада, что у меня руки наконец-то дошли до него, очень красивое сияние. Я обязательно под видео ставлю ссылку на конкретно мой оттенок этого хайлайтера, вообще на все, о чем я рассказываю, что я показываю, будут ссылки обязательно ниже под видео, если вам интересно. И вообще, чем вот у Фантастик, да, классный сайт, у них постоянно всякие скидки, акции, коробки лимитированные, бьюти-боксы с брендами, адвент, календари и так далее. То есть много возможностей сайт предоставляет, чтобы можно было цену скинуть. И вот сейчас я посмотрела, скидка 25%, код называется, не написала я себе, что-то, summer. LF summer, мне кажется, я обязательно здесь где-нибудь в уголочке или под видео тоже напишу, не уверена на все он действует или нет, но просто если вы будете что-нибудь заказывать из этого видео, не из этого совершенно не важно, просто попробуйте вбить код 25%. Раз уж речь зашла о бренде Пикси, давайте я еще один продукт покажу, у меня здесь есть с этого бренда, это карандаш для глаз, и что примечательно, он у них предполагается именно как карандаш на водную линию, то есть это карандаш, сделанный специально для водной линии, и это на самом деле классно, потому что у меня вообще на водных линиях очень часто карандаши могут раздражать глаза, и подавляющее-подавляющее, знаете, вот действительно по пальцам можно пересчитать карандаши, которые в водной линии держатся. Tight Line Black, называется Tight Line, это как раз водную линию, подводите слово, есть специально в английском языке для этого, занимательный английский язык, я пока по пальцам можно пересчитать количество раз, что я его выгуливала, но я каждый раз его видела в своей водной линии вечером, так что обязательно буду вас держать в курсе, но первые впечатления у меня очень положительные на этот карандашик. Давайте сразу, наверное, относительно вот новинки, что у меня появились в последнее время, от Elizabeth Arden, у меня здесь два продукта, первый это тональная основа, кремовая, компактная упаковка, то есть здесь спонжик есть, он у меня уже, видите, весь из... И также у меня есть консилер, называется Ceramide Lift & Foam, этот бренд Elizabeth Arden на самом деле, ну, забавный в какой-то степени, а в Америке такое представление об этом бренде, как будто это бренд для... Ну, не для бабушек, но для более взрослой аудитории, вот, то есть это бренд, который, ну, если даже вы смотрите американских блогеров, его практически никто не показывает. Я выбрала этот тональный крем, и, ну, знаете, вот настолько меня действительно поразил, мне, наверное, консилер все-таки больше понравился, но как будто какое-то подсвечивание кожи дает, она действительно светится, начинает. Причем это не влажный блеск, когда, знаете, вот так вот, чтобы не прикоснулось к вашему лицу, волосы, еще что-то, все прилипает, все отпечатывается, нет, это именно сияние как будто прет из недр откуда-то в вашей коже. Я видела такой эффект только когда под тональную основу наносишь какой-то сияющий продукт, он, кстати, вот круче всего как раз работает не на очень влажный уход, он идет сам по себе уже как продукт для сухой нормальной кожи, поэтому, возможно, не предполагается, что очень увлажняющие продукты у вас будут под ним. Если вы его решите попробовать, то важно не делать вывод сразу, вот вы нанесли, проходит пару минут, он как будто смешивается абсолютно со всем, что у вас есть на коже, и он становится, ну, он настолько, знаете, вот натурально действительно выглядит на коже, это легкое подсвечивание. Я закрепляю пудрой, у меня нормально держится, то есть у меня не жирнится ничего в течение дня, но это подсвечивание, конечно, ну, я не знаю, кожа просто выглядит более здоровой. Покрытие здесь есть среднее, хорошее, причем оно наслаиваемое, чем больше вы нанесете, но, опять же, чем плотнее слой вы сделаете, тем больше минут должно пройти, чтобы все это дело как бы смешалось с тем, что у вас уже на коже нанесено, и чтобы он стал незаметным. Что касается консилера, он очень классный, вот консилер мне даже больше понравился, чем тональная основа, он, знаете, настолько легкий, у него настолько легкая текстура, но в то же время здесь есть покрытие, его наносишь буквально пару движений с кожем, и его не видно, он пропадает, просто его как будто и нет на вашей коже, то есть настолько текстура действительно смешивается с вашей кожей, и просто невидимый он на коже, но в то же время здесь есть нормальное среднее покрытие, вот сейчас тоже на мне в частности этот консилер, то есть он нормально перекрывает, но насколько же действительно тут легкая текстура, и настолько он прям вот нанес, раз-раз, и все, как будто нет ничего, но вроде бы все перекрыто, короче, прикольная штучка, единственный недостаток, я бы сказала, его нужно обязательно закреплять, припудриваю немного, и он нормально держится, то есть если вы припудриваете, если вы не против припудривать консилеры под глазами, то да, на каждый день очень классный может быть вариант, это, кстати, у них бестселлер, я зашла на сайт посмотреть, что это за консилер, почему действительно никто не говорит о нем, давайте пару слов про антивозрастные какие-то продукты, у меня еще есть декоративная косметика, я хочу просто разнообразить, чтобы не заскучали вы, что по антивозрастным продуктам, но антивозрастной, не антивозрастной, это Питер Томас Ро, сыворотка с витамином С, я ее показывала 4 месяца назад, вообще по рынку, если посмотреть, это одна из самых классных формул, единственное мое опасение было конкретно касательно этой сыворотки, и вообще в целом, что я пробовала до этого, проблема витамина С, что довольно сложно сделать такую формулу сывороткой с витамином С, чтобы этот витамин С был там стабильным, верный признак, в общем, когда уже нельзя пользоваться продуктом с витамином С, когда этот продукт начинает темнеть, то есть, когда уже цвет более желтым становится, более рыжим, это значит, что уже все, полезные свойства свои уже начал терять этот продукт, и даже больше уже можно навредить своей коже, если вы продолжаете пользоваться потемневшей сывороткой с витамином С, и многие бренды хитрят, специально добавляют оранжевый пигмент в сыворотку, и говорят, что, ой, вроде как у нас вот сыворотка сама такая по себе, но хитрость здесь в том, что вы, в общем-то, не заметите, когда ваш продукт начнет темнеть, так что обращайте внимание, в общем-то, на ваши сыворотки с витамином С, даже, кстати, несмотря на то, что здесь использована более стойкая формула витамина С, я опасалась, что начнет это дело темнеть очень быстро, потому что у меня был опыт с сывороткой от пьяных слонов, кстати, про этого слона забавно, они там отчебучили недавно, но я расскажу, у меня есть большой набор от них, я буду когда-нибудь снимать обзор, слон, ты пьян, иди домой, как говорится, вот, цифра от каких-то витамином С, она у меня настолько быстро начала темнеть, что такие бешеные деньги, они примерно, мне кажется, одна у них цена, но настолько она быстро начала темнеть, я даже близко не использовала на себя половину этой банки, и все, ты уже ничего сделать не можешь, уже продукт испортился, его уже нельзя на себя мазать, его нельзя дать кому-то, здесь уже, я думала, всего месяц-два пользуюсь, на самом деле уже 4 месяца прошло, она мне, во-первых, не потемнела, во-вторых, она мне еще не закончилась. Это была моя утренняя сыворотка, повторюсь, под крем со SPF обязательно, и на вечер я новый начала пользоваться, вот это у меня относительно недавно появилось, называется бренд Aurelia Probiotic Concentrate, здесь вроде как антиэйдж действия есть, в целом, да, именно внешне, как выглядит ваша кожа, да, что более ровненькая, более гладенькая, цвет лица тоже, по обещаниям, должен улучшиться салициловая гислота, здесь тоже есть в составе, то есть, если есть какие-то прыщечки, тоже должно быть воздействие на все это дело, так что вот это я начала пользоваться, тоже через, я постараюсь, конечно, пораньше, чем 4 месяца, я не осознавала, что действительно уже 4 месяца прошло. Про SPF я тоже заикнулась, я показывала когда-то бренд с забавным названием, Biz Buin, похоже на матерное ругательство, это SPF для тела, и что меня привлекло изначально, здесь, во-первых, SPF 50+, и, во-вторых, здесь написано Allergy Sun Sensitive Skin Spray, то есть, вроде как, если у вас аллергия есть на коже, если есть чувствительность, то этот крем с SPF мне должен кожу раздражать еще больше, я как раз со своими экземами, со своими дерматитами, ну, сейчас, кстати, у меня вроде бы получше стало все это делать, замечательно, отлично, ни разу у меня никакого не раздражения не было, они слишком липкие на коже, здесь спрей, я думала, что прозрачный будет, потому что здесь химический SPF, и обычно физический SPF очень белый, вот, но здесь именно текстура молочка, еще вот эту штуку покажу, у меня, на самом деле, из Beauty Box, у них ежемесячный Beauty Box, есть, он каждый месяц ко мне приезжает, Ultra Sun, возможно, бренд называется Professional Protection, это бальзам для губ, здесь SPF 30, бальзамы для губ с SPF, это не какая-то новинка на рынке в целом, но, ой, у них у всех такой мерзкий вкус, правда, в любом случае, ты на губы наносишь, что-то в рот попадает, вот здесь, как раз-таки, этот вкус к минимуму сведен, я практически не чувствую его, давайте с вами продолжим наше задорное чередование, декоративная косметика, снова вернемся к ней, это бренд Шанты Кай, я питаю особые чувства к этому бренду, мне очень нравится их эстетика, красивые продукты, красивые упаковки, я не сказать, что прям вот люкс, люкс, любитель люкса, я вам замечательный карандаш для бровей, 4-5 долларов, не помню, сколько он стоит, да, за милую душу каждый день им пользуюсь, но, по крайней мере, вот, когда я беру в руки что-то от Шанты Кай, я понимаю всю эту прелесть люкса и понимаю все это очарование, это пудра Perfect Blur Finishing Powder, коллекция, посвященная калибре и не только эстетическая составляющая меня здесь привлекает, ну, хорошее качество, естественно, тоже, без этого никуда, но и третье, тот факт, что этот бренд трепетно относится к животным, они занимаются благотворительностью, у них что ни коллекция, там, либо черепашки, либо бабочки какие-нибудь, ну, многие, понятно, стараются что-то делать хорошее, но это конкретно бренд, вся деятельность которого сосредоточена на этом, это, конечно, похвально, понятно, что это пудра, ну, пудра и пудра, сделана в Италии, если я не ошибаюсь, здесь еще талька нет в составе, здесь обязательно нужно кисти пожестче брать, она нормально работает, она очень тоненькая, она не видна на коже, с другой стороны, если вы любите прям, знаете, поплотнее так пудру нанести, возможно, если у вас кожа склонная к жирности, которая очень жирнится в течение дня, то, возможно, настолько тоненького и прозрачного слоя вам будет маловато, и вас будет бесить, что нужно постоянно, знаете, туда-сюда помногу наносить, также у меня от них есть помада, называется Lip Crystal оттенок Rose Quartz, я, знаете, ее когда открыла, боже мой, где-то я уже видела такое, она выглядит, как будто ее вот так вот в блестке окунули, и вот она вся такая блестящая, переливающаяся, но, что ее отличает от подавляющего большинства продуктов, которые выглядят, знаете, как будто вот блестки снаружи обсыпали, эти блестки здесь есть внутри, но они не ощущаются на губах, это первое, и второе, здесь есть базовый оттенок, такой розоватый, с блестками золотистыми, само по себе для кого-то это может быть слишком, но если у вас была необходимость в таком продукте, если вы когда-то были разочарованы тем, что вы купили такую помаду, оказалось, что внутри нифига блесток нет, я бы обратила внимание на конкретно эту, так, если вблизи смотреть, видно, что россыпь, как бы блесток есть, но они не ощущаются на губах, и издалека это классно смотрится, переливается, давайте обсудим с вами, наконец-то, слона в комнате, палетка от Наташи Диноны, бронз, по цветам она, знаете, идеально, наверное, подойдет тем, кого я уже сто лет назад распугала со своего канала, со всеми моими, а, 50 бронзовых, 50 оттенков, коричневых и желтых, золотистых цветов и так далее, ну, правда, здесь же смотришь на нее, она безумно теплая, и множество этих шиммерных оттенков, которые, вроде бы, они разные, да, но изначально, когда она у меня появилась, у меня были большие подозрения, что оттенки на веках будут не так-то уж и различимы, как хотелось бы, и я вот снимаю это видео уже сколько. Не заметили ли вы чего-нибудь странного в моем макияже глаз? Наверное, сейчас кто-то скажет, ты сидишь полубоком, поэтому не видно нифига, что на втором глазу, но открою секретик, у меня сейчас на глазах макияж сделан этой палеткой и тут и там, но я с этой стороны использовала одни оттенки, а с этой стороны я использовала другие оттенки, вот, вот, вот какая разница большая, действительно, между макияжем у меня справа и слева, у меня здесь есть и матовые оттенки, и шиммеры, и посветлее цвета, и потемнее, и затемнение у меня есть в уголочке, не знаю, понятно, что это Наташа Динона, Наташа Динона, в общем-то, славится пабельон этих коричневых шиммеров, я в свое время постоянно пела у меня на канале, постоянно мне в комментариях писали гневные фанаты Наташи Диноны, ну, в общем-то, если вы хотите что-то такое, если вам нравится, если вы смотрите мой канал, несмотря на все мои 50 золотых, то, в общем-то, эта палетка вам может понравиться, единственное, я здесь припасла еще парочку палеток про Наташу Динону, что важно знать, у нее есть, прям, знаете, различия, палетки с большими рефилами, в частности, эти большие пятерки, у нее есть палетки с маленькими рефилами, маленькие пятерки тоже у нее есть по 25 долларов, что Наташа Динона нам не сказала. Формула в ее палетках, как бы так, мягко скажем, отличается, вот, здесь одна формула, здесь чуть-чуть другая, но вот в плане матовых теней мне нравятся матовые тени от Наташи Диноны, практически во всех палетках, что у меня есть, что я пробовала когда-либо. Шиммеры здесь уже как раз-таки заключается хитрость, если вы попробуете шиммер из этих больших пятерок и из маленьких пятерок по 25 долларов, это просто небо и земля, здесь, знаете, можно вот так вот пальчиком потрогать этот шиммер, и, я уже говорила, можно вокруг руки просто свочно матывать, он настолько, он пигментированный, он яркий, он красивущий, он плотный, он сияет у вас на глазах, просто штабелями все падают, кто видит. Здесь же шиммеры притворяются такими же, но на самом деле они другие, ну ладно, здесь чуть лучше, чем в предыдущих маленьких палетках, но в любом случае, простой тест кисточки, берете просто кисточку вот так вот синтетическую, едва-едва прикасаешься, у вас уже вся кисточка в пигменте и наносится прекрасно здесь, можно обтереться таки, кисточка нифига на нее не набирается, и получается очень тонкое нанесение, и работают эти тени более-менее нормально, вот сегодня я в частности наносила, он красиво сияет, несомненно, шиммер, но это нужно пальчиком наносить, и нужно втирать так хорошенечко, так что смотрите, стоит ли эта разница в цене, да, что шиммеры, возможно, не настолько легки в использовании, и не настолько невозможно пигментированные формулы, несомненно, другая. Мне здесь, знаете, вот этот вот цвет мне очень понравился, очень красивый перелив, какое-то синюшное, как будто сияние, я даже не знаю, очень красивый цвет, но это, наверное, самый прозрачный шиммер вообще, что есть в этой палетке, то есть его надо прям так основательно, ну и желательно, конечно, на подложку, если вы хотите все эти красивые переливы видеть. Вот этот цвет мне, наверное, здесь меньше всего понравился, здесь дуахром, очень красивый розовый, с зеленым переливом, не знаю, решайте сами, надо вам такое или нет, но, по крайней мере, ничего ужасного я здесь не увидела, и того, чего я и так не знала, я видела, когда зарилась на нее, что здесь оттенки очень близкие друг другу, матовые, прекрасные, но Наташа Динон и матовые мне, в общем-то, всегда нравились. Давайте, наверное, про волосы, вот эта штука я уже пользуюсь, ей, мне кажется, месяца три точно, я не помню, когда я точно начала, бренд называется Grow Gorgeous Hair Growth Serum, то есть это сыворотка для кожи головы, направленная на усиление роста волос, это, которую я пользуюсь сейчас, у меня еще одна есть новая, в таком вот виде приходит, то есть здесь баночка, нужно крышечку снять и пипетку вставить. Я не знаю, есть эффект или нет, но я обратила внимание, что мне в последнее время стали чаще писать, что волосы стали лучше выглядеть, что они выросли очень быстро, если помните, я стриглась, такие вот они у меня были, и года еще даже не прошло, я их еще подравниваю, ну, конечно, не столько срезаю, но подравниваю их регулярно, они действительно у меня очень-очень хорошо выросли, у меня нет никаких ни париков, ничего, я ничего не цепляю, ну, не знаю, стали быстрее расти, не стали, делюсь тем, чем я пользуюсь, и если есть какой-то эффект, то это единственный продукт, которым вот я пользуюсь каждый день, каждое утро я наношу, 10 капель вот так вот на пальчики наношу и втираю в корни, потом еще беру 10 капелек на другую руку и уже другой рукой стараюсь все это дело в корни втирать, оно не грязнит волосы, оно вообще никак не меняет вашу укладку. Я вот в первую очередь, когда я начала, мне часто стали писать про волосы, у меня мысль именно сюда пошла, что я этим начала пользоваться, может быть, знаете, если у вас уже есть, если вам в ком-то календаре приходило, то попробуйте, написано было, мне кажется, что 2 месяца должно хватить, я уже использую больше 2 месяцев, я где-то только половину на себя истратила, я, конечно, могу пропускать, может быть, 1 раз в неделю или 2, но однозначно хватит на дольше. Давайте девайсы, наверное, я покажу, новое, что у меня появилось в последнее время вообще, я уже когда-то показывала вот эту вот штуку от New Face, если помните, я в октябре, у меня была оказия небольшая, скажем так, с губами, вот я целое видео снимала, у меня тогда вся морда лица опухла, у меня были отеки сумасшедшие, настолько действительно классно работают микротоки именно от отеков, и это, ну понятно, что это салонная процедура, но сейчас в салонах все подряд делают, факт, что это салонная процедура не доказывает эффективность, в домашних условиях делать микротоки, как раз вот девайс New Face, у них есть побольше, это вот у меня чуть меньше, если вы по утрам встаете, у вас там что-то где-то тепловатое, поделайте микротоки, правда, ну на глазах действительно меняется, как все это дело выглядит, ну не обязательно девайс, даже если салонные процедуры, вот, к примеру, хотите попробовать, и такой вот у меня еще появился, это тоже New Face, но так вот он выглядит, здесь тоже эти 2 металлических шарика, еще в комплекте жидкость шла специальная, то есть нужно намазать на участок и водить этой штукой, здесь специальные движения, чтобы как бы выгонять вот так вот все это дело, да, по специальным линиям, здесь очень интересное было использование, я вообще не знала, сработает это действительно или нет, потому что они предлагают это использовать на зонах, где морщины, к примеру, вот здесь, на лбу, если морщины, вот здесь вот, и вот в этих местах. Вводить нужно вот такими вот движениями, знаете, мелкие, как это может что-то поджиматься, да, что-то разравниваться, я не знаю, может быть, у меня глюки, я буквально пару раз успела пока воспользоваться, поэтому делюсь исключительно первыми впечатлениями. Я сделаю, я смотрю на разницу, я действительно ее вижу, у меня как будто здесь все, я не знаю, что это за магия, здесь не сказать, что разница, увидела большую здесь, я тоже подела, но прям вот в уголках глаз, не знаю, может быть, потому что с утра, в любом случае, какой-то вот одухловатый вид есть по утрам. Короче, обязательно вернусь к вам с впечатлениями по прошествии, может быть, месяц еще или два я попользуюсь. Раз уж мы начали с вами с девайсами, я вот эту вот штуку странную покажу, бренд, кстати, называется Sarah Chapman, в такой вот коробочке эта штука пришла, устройство предполагается использовать, чтобы делать массаж. Я не буду свои ляжки вам сейчас в кадр тянуть, примерно на руке покажу, как это должно выглядеть, то есть вы ставите между этими головками и вот так вот как бы катаете вверх-вниз, видно, да, то есть он их сжимает действительно и сплющивает, как будто у меня тут мешок с чем-то отложен. Кажется, что упругие здесь стороны и нога не пролезет, но нормально нога пролазит, причем нужно делать как бы сзади. У меня, я уже рассказывала, есть небольшой комплекс в плане не совсем ровной кожи, возможно, но мы женщины и с возрастом особенно, особенно когда чуть-чуть вес наберешь. Не знаю, поможет или нет, буду, в общем-то, продолжать пользоваться и, может быть, тоже через месяц, через два поделюсь с вами впечатлениями, как. У них вообще у этого бренда еще такой девайс есть для лица и у этого уже девайса для лица множество отзывов, множество положительных отзывов, то есть штука так-то популярна у этого бренда, но у меня здесь для лица есть этот new face маленький, я решила, что давайте-ка я попробую, наверное, что-то для тела первым делом. Тем более, я, знаете, что видела когда-то на Look Fantastic, у них лимитированный бокс, мне кажется, был с этим брендом, может быть, он все еще есть на сайте, если есть, обязательно здесь картинку вставлю. Там, в частности, был этот девайс для лица, я думала, что, может быть, я соблазнюсь. И еще один продукт от бренда Sarah Chapman я начала пользоваться, они у меня вот вместе появились. Skinesis Lash Boosting Eye Cleanser. Это средство для снятия макияжа с глаз, удобная упаковка, но объем, конечно, 70 мл, очень маленькая бутылочка выглядит. Я обычно макияж снимаю, макияж глаз тоже гидрофильными маслами, потом умываюсь, естественно, гидрофильное масло все это снимает. И иногда, особенно когда я ресницы наклеивала, сейчас нет на мне ресниц, но иногда я наклеиваю, и застревает клей между ресничками. И моя кожа, спасибо большое, которая реагирует на всякие народные предметы, вот, естественно, если я ставлю какие-то частички клея между ресниц, то я с утра проснусь, у меня будут глаза красные, такие распухшие, все это будет чесаться и жутко болеть. Так что я обязательно все это дело снимаю. И вот как раз подобные средства я использую. Ватная палочка я обычно, и прохожусь вот так вот между ресничками, и снимаю, есть ли какие-то остаточки есть. Вроде бы работает, но средства не дешевые, и я так понимаю, почему как раз ценник здесь такой высокий стоит. Они обещают улучшение качества ваших ресниц, возможно, улучшение скорости роста тоже ваших ресниц. Не могу ничего, естественно, сказать про это действие, всего лишь я 4 дня пользуюсь этой штуковиной, но я почитала отзывы, кто-то пишет, что у них вроде как ресницы стали меньше выпадать, не знаю. Короче, тоже это, знаете, еще один продукт. Полноценный отзыв, естественно, будет по прошествии пары месяцев. Парочка продуктов для волос, и я специально взяла эту бумажечку, потому что на ней написано бла-бла-бла, типа здесь должны быть какие-то слова про то, как это классно работает. Это вообще забавный бренд, называется Tiji, средства Small Talk, Sticky Fire, и они себя позиционируют, как, знаете, такой модный молодежный, хихиха-ха смешной, то есть нужно иметь чувство юмора, чтобы пользоваться их продукцией. Здесь как раз бла-бла я специально взяла. Почему я принесла? Потому что здесь нигде не было написано, как пользоваться этой штуковиной. Я помню, я такая, блин, что с тобой делать? Это, кстати, мини-версия. Это интересный продукт по описанию, вроде как это средство, чтобы ваши волосы выглядели более плотными, для объема тоже, они говорят, земляничный, очень сладенький, прикольный запах. Предлагают прям большое количество, наносить несколько нажатий на влажные волосы, распределить, и уже уложить, как вы обычно укладываете. Предполагается это средство использовать как раз на волосах типа моих, которые сами по себе грустные, безжизненные, которые очень прямые, возможно, которые форму не держат, так, он все как сосули обвисает. Оно, не сказать, что прям вот улучшает именно качество укладки или еще что-то, но я однозначно могу сказать, что волосы стали менее пушистыми, и вроде бы действительно есть эффект, что волос больше ничего не наносило, кроме этого средства, то есть видно, что есть это сияние, да, то есть волосы блестят, но в то же время они не чувствуются настолько тяжелыми, и они не чувствуются настолько подвижными, то есть они вроде как фиксируются, потому что обычно я прям сижу, у меня вот это вот сосули вот сюда, потому что постоянно я сижу, мне под видео уже люди, знаете, пару раз считали, сколько раз волосы вовремя, но я сама тоже замечаю, что я постоянно их лапаю. Еще знаете, я что скажу, я вот укладываю, как обычно, если, к примеру, кудривить, и когда прям много наносишь, они выглядят как будто тверденькие даже, но замечательно прочесываются волосы, я вот сегодня в частности так сделала, то есть я накрутила, потом прочесала. Они, конечно, со временем опять все расправилось, но более-менее они форму держат. Еще вот та вот штучка у меня появилась, так вот он выглядит сам по себе, коробочка, в которую он приехал, очень красивая, мне кажется, может стать неплохим подарком. Это диффьюзер, понятно, аромат называется Delicious Rhubarb and Rose, очень сладенькая, небесячая роза, очень нежный запах, сладкий, очень вкусный, я вообще небольшой фанат аромата розы, но когда эта роза нежная, сладенькая, здесь еще и примесь есть чего-то. Я уже, повторюсь, упоминала этот бренд на канале, и мне кажется, всегда упоминание было в контексте их гелий для душа, они то в бьюти-боксе, то в мужском, кстати, там есть мужской запах какой-то, табак, он настолько вкусно мужиками пахнет, пожалуйста, это звучит правда вонно, мне очень нравится гель для душа, я мужу все время его подсовываю, сама у него даже подворовываю, потому что очень действительно такой, знаете, вкусный мужицкий запах, я не могу это никак объяснить, он может кому-то показаться прям слишком-слишком, но, я не знаю, у меня почему-то очень приятный запах такой, с перчинкой какой-то. Также тоже от этого бренда я пока поставила стоппер, это гель для мытья рук, я только один раз, если честно, успела воспользоваться, просто мне было интересно, как пахнет, у меня как раз вот на руках экзема самая злая, поэтому очень важно для меня, чтобы средство для мытья рук у меня не вызывало сухость. Ладно, давайте, наверное, заканчивать, очень я много сегодня косметики, показала уже, кошка бедная, пять раз позу поменяла, а я надеюсь, это видео оказалось для вас интересным, ставьте пальчик вверх, если да, обязательно пишите ниже, пробовали ли вы что-либо из моих новинок, или же у вас есть ваши рекомендации, сух фантастик мне до следующий раз. Спасибо вам большое за ваши лайки, за ваши комментарии, и увидимся в следующем видео, пока!